Рыбалки приехали только вчера, но в силу того, что сильно устаешь, естественно, вчера не успели ее разложить, она не успела заплеснить, но она вся мокрая снаружи. И следующее, что мы сделаем, это используем воздухонагреватель электрический, который подключается к сети 220 вольт. Поток воздуха 411 кубических метров в час, термостат от 0 до 55 градусов. Вес штучки составляет 3 килограмма. В комплекте вместе с пушкой идет вот такая вот ручка, которая устанавливается сверху для удобства, естественно, переноса пушки, ее перестановки в удобное место. Устройство пушки максимально простое. Спереди стоит нагревательный элемент, сзади стоит вентилятор, спереди и сзади защитные экраны. Ну и несколько режимов, в котором работает только сам вентилятор, либо вентилятор с нагревательным элементом. Соответственно, вентилятор просто разгоняет теплый воздух от нагревательного элемента. Здесь у нас панель с регулировкой. Значит, вот это регулировка термостата, это включение режима. Сама пушка ставится на вот такие вот маленькие удобные ножки. Единственное, но это, конечно, длина шнура. Я бы на самом деле на таких устройствах делала шнуры гораздо длиннее, хотя бы метра два. Учитывая то, что пушка предназначена для эксплуатации в сараях, в заводских помещениях, а не в жилых помещениях, я думаю, что можно было бы сделать длиннее, чтобы можно было бы куда-то перемещать. Самомощная, посмотрите на сечение самого провода, какой он толстый, для того, чтобы выдерживать все эти нагрузки, которые будет, так сказать, нам давать вот эта пушечка. Ну и все, давайте попробуем теперь включить режимы. Значит, первый режим просто режим вентилятора. Как видите, вон там заработал вентилятор. Термостат ставлю на максимум и включаю первый режим. Палатка уже начинает просыхать снаружи, благодаря тому, что она разобрана в вентилируемом, естественно, помещении, но и внутри работает пушка, и она уже просыхает. Потом я поставлю снаружи, и весь процесс пойдет гораздо быстрее. Такая штука, пушка, она может использована быть на складах, в сарае, в каких-то производственных помещениях для обогрева. Ну и стоимость у нее тоже приятная, если сравнить с аналогами, если сравнить с такими же пушками, только других компаний, это стоит гораздо дешевле. В общем, если вам нужна такая штучка, либо любое другое электроустройство, которое у меня есть, это шуруповерт, это пила, это маленькая, большая пила, и даже триммер. Ссылочку я прикреплю в описании. Переходите покупать. Наконец-то, наконец-то приехали на рыбалочку, на реку днем. Не знаю, узнает кто-то это место или нет, но я здесь была однажды, и я была здесь зимой. Зимой здесь уже были закраины, был довольно-таки сильный мороз, и я приняла решение рыбачить не здесь, а рыбачить на озере, которое находится совсем рядом. Вот такое вот препятствие встречает нас на дороге. Думала, что получится объехать вокруг, но вместе с прицепом, наверное, машина не пройдет, поэтому сейчас ничего не остается, просто как это все запилить и убрать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Закончила с расчищением, ну и теперь дорога, свободно по ней можно проехать. Приколите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обмелело, конечно, озерцо с того момента, когда я здесь была зимой. Прям сильно удивлена, сколько препятствий для того, чтобы мы доехали до этого места, но, как видите, здесь с корнем упала сосна, прикиньте. И туда уже просто так тоже не добраться, сейчас будем снова ее пилить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Посмотрите, какая мощная сосна, и она сломана. Сколько ей лет, как думаете? Лет 150, наверное, может больше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока место не основано, показываю вам его. Я здесь уже чуть-чуть хореста пособирала, чтобы не так была загажена поляна, потому что на ней никто давно не был. Ну и вот она, прихожая, так сказать, береговая линия. Слушайте, и вон все равно какой-то срач от рыбаков, конечно, есть. Вот такая красота, друзья. Слава богу, пробрались на место. Можно было бы стать, конечно, там, но там такое нахоженное место, там оно такое наезженное. Видно, что там постоянно люди. Нафиг оно надо. Лучше я буду здесь, так сказать, в тесноте да не в обиде. Трохи потрудились. Сделали я, думаю, доброе дело. Каждый раз, в каждом видео, когда я его записываю, когда я делаю его, вы просто этого не видите, я вот так вот беру спиннинг и говорю, ну что, ребят, пойду попробую половлю щуку немножко, похожу. И вот уже сколько видео у меня было, и, как вы видели, там спиннинга не было, потому что я ничего не поймала. Но это не значит, что я ничего не делала. Я пробовала, ходила, упиралась, но у меня ничего не получилось. И вот в очередной раз я беру воблер, свой спиннинг и пробую поймать щуку. Я беру в голову. Ребятки, есть! Есть! Ребят, вон штука Такой удар, в итоге вы его не представляете Как она сразу же сопротивлялась Я думала, не выйдет Ее напора, она очень круто сопротивлялась, друзья Посмотрите, какая красота Ну давай, Мать, попробуем сюда Хорошая, ребят, посмотрите, какая Блин, вы видите, какой народ открывает? Если плохо, засеклась, все Плохой подшаг Что это сделать? Бляха, заскочила ребро! Да что это такое? Ничего не такая здоровая Никогда не берите на рыбалку такие пацаки дебильные, ребят Это пипец! Я... Ну ты мать даешь! Щука, ребят! Ну вот я наконец-то пошла Поймала щуку, смотрите, какую хорошую Обалдеть! Класс! Просто нереально! На паузе, на паузе она тюкнула Ой, я думала уже не достану Самое интересное, поклевку, к сожалению, не получилось заснять Потому что у меня все время, ну, те, кто пользуются этими GoPro, тот знает, как они работают Вот, а она у меня села сразу же после включения, наверное, через секунд десять Я такая... У меня проводочка была такая Пару подворотиков, пауза, пару это Я держалась вот этой, вот, как это называется Береговой линии растительности И я предполагала, что, возможно, она может стоять Вот идет ровный кусочек, ну, кусочек вот этой травы А она может вон там, за вот этим уголочком стоять Они обычно прячутся там, ну, где тише вода И выжидают свою добычу И я там паузу такую сделала Потом чуть-чуть еще И такая, чувствую, такая И такой, ой, я держу А у меня фрикцион вообще-то нормально росла Она такая, интересно, потому что это за снег, это вообще, и я думала, я ее не высела, я такая, не сужу, и думаю, нифига себе, как тяжело, офигеть, я молодец, все, рыбалка состоялась, ребят, можно жрать, отдыхать, но я пройду еще чуть-чуть, я на самом деле пошла пройти на получасика, я знаю, ребят, что если рыба хочет клевать, она клюнет, я прям слышала, как здесь вот потихонечку она там что-то выплескивается, что-то ходит здесь, я уже понимала, что рыба здесь есть, и если она клюет, она должна клюнуть, пошите ее взвесить. Сколько? Два с чем-то? Сколько? Сейчас Оп, все, ребят, какая красота, осенняя, в осенней листве, вот такая щука. Да, ребят, поводку хана, его надо перевязывать, потому что она вот здесь вот его, конечно, счесала. Слушайте, опять, в виду бежит медведь, я такая, стой, он сначала наяривать хотел, я ему спиннингом в спину кинула, а он упал, но не ожидал, потому что, я говорю, ну-ка быстро мне принес дрова, а мне палку такую, говорит, надо, на. Ой, какая красота, не знаю, как вон там можно внутри сидеть. Мне кажется, вот здесь вот как раз на открытой, в таком приятном месте гораздо комфортнее, чем там где-то. Вот здесь вот еще сегодня, не высовая температура, поэтому, ой, как хорошо, что здесь пахнет, вы не представляете. Здесь вот, ой, затоплено. Ой, главное, палатку не трогать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня ночью до минус 6, но дрова сырые, потому что все дни эти шли дождей, уровень воды поднят, потому что я прошлась, то что посмотрела со спиннингом, там тычки, прям в воду утоплены, наверное, на сантиметров 15-20. Ну-ну-ну-ну-ну, потихонечку, потихонечку, помаленечку. Вроде небольшой ветерок сегодня есть, поэтому должно распалиться. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Собираю закидушки. Если мотовила у меня все время готова к эксплуатации, то спиннинги я всегда перезаряжаю. Я немножко обязательно выматываю лески, для того, чтобы убрать основную часть того, что использовалась в прошлый раз. Ставлю стопорок, потом у меня идет грузик, следующий стопорок, и вяжу вот такую петлю. Все, монтаж готов. Остается только прицепить, как обычно, поводок с крючком, и готовчинка можно ловить. Вот, наматываю леску. А я не жалею, ребят. Каждый раз подрезаю, подрезаю, потихонечку. Заканчивается все, смотал, намотал новый кусочек. Сто пудо, ребят. Место нашли просто самый лучший. Самый лучший поворот. Потому что здесь лодки просто приезжают, и уже отсюда не уезжают. Важным делом, ребят, сейчас занимаюсь. Видали? Что я делаю? Ставлю колокольчики. Конечно. Оп. И еще одна красота готова. Оп. Красота. Опа. Вот так. Ну давай, хвостом шевели. О, пошел. Оп. Еще один на живца. И, причем, использую для этого форелевый заброс. Оп. Класс. Вот это место перспективное, мне кажется, на хищника. И на хищника, и на Лима посмотрим. Может, что-нибудь возьмет. Почти на всех у меня стоит червь. На некоторых будет стоять филе карася. Хотя у меня там два погибло карасяка, я решила из них сделать филешку и две закидушки ими снарядить. Как всегда, ребят, начинаю сдалека. Вот уже проехала, так сказать, наверное, опошняя лодка на моторе, потому что скоро уже стемнеет, и нужно успеть вернуться на место. Рыбка стала выплескиваться. Самое интересное, что я даже не знаю, кто выплескивается. Может, это, может, может, это на Лим, а не щука. Вот, допустим, вот она филешка. Беру раз. Два. Хвостик. Давайте еще вот эту филешечку. Оп. Это можно чуть-чуть обрезать, какому, если что, не было так тяжело хватать. Ребятки, забрасываю очередную. Оп. Отличненько. Прекрасненько. И ставлю вот так вот. Ну, земля мягкая, ребят. Пока земля еще остыть не успела. Но вода уже холодная, как раз. То, что нам нужно на на Лима. Все, уже сижу возле костра. Сейчас немножко отдышусь. И, наверное, будем готовить ужин потихонечку. Перекус-то был с салом, но хочется чего-то полноценного. А тем более я придумала очень вкусное блюдо. Сегодня на ужин у меня шампиньоны, сметане с картошкой и колбаски. Все это будет жарено. Сейчас буду рассказывать, как буду делать. Сама ни разу такого не делала, потому что я очень готовлю, очень редко. Ну, вот сейчас попробуем. Ну, что-то рыже. Хожу, ребят, всякие палочки боберта, сказать, ой, распилила в костер. И чистим лес. Немного обжарила лучок. И теперь сюда, ребят, рыбок. Обжариваю шампиньончики. Ну, вот что за закон подлости. Почему все время дым в глаза, я понять не могу. Туда же дул ветер, уже поменялся. Ну, и сверху я выкладываю картофель нарезанный. Выложила грибочки на низ. Сверху картошечка и закипитила воду и заливаю водицей. В нашу картошку с грибами мы добавляем пару ложечек сметаны. И в завершение зелени выношу картошечку. Вот это то блюдо, которое должно было получиться. Вот. Я делала по рецепту, который я читала. Я делала прямо по рецепту. Очень напоминает мне тушеный картофель, который когда-то я покупала. Но этот тушеный картофель у нас с грибами. Картошечка. И, друзья, колбаски. Колбаски каждый берет себе по вкусу. Я возьму, наверное, себе штучек пока 4. И попробую картошку, потому что мне весьма интересно, что же из этого получилось. Это какой-то, я не знаю, почему так все время. Какой-то обман. Получилось довольно-таки неплохо. Съедобно. Тушеный картофель. Но он получился вообще не такой, как на картинке. Такое старое-старое дерево. Смотрите, как в темноте видно сильно, как оно поедено к караедам. Оно все сухое, оно очень толстое. Вон туда уходит эта сосна. Или ель, неважно. Сам факт в том, что, видите, все. Ему хана. Она упадет. Ребятки, первая проверочка. Первая сжать и душечка. Смотрим. Ничего не вижу, потому что армитек уже нифига не встретит. И я проверяю. Смотрю, есть ли хоть какая-то рыба. Объездена, не объездена. Ребят, даже не объяло. Смотрите. О, здесь есть рыба. Видишь? Рыба есть. Ребят, здесь есть рыба. Смотрим. Скорее всего, здесь есть рыба. Да. Оп. Здесь есть рыба. Налимчик, привет, малыш, привет. Вот такой сосавчик. Есть. Было видно по этой позахидухе, что он здесь есть. Очень похож на угря, очень похож на сама, на всех похож. Ну, это, друзья, Налим. Самый настоящий. Рыба, которая заслуживает того, чтобы ее отпускали, потому что ее очень мало. Отпускаю его. И наживляюсь и оставляю здесь. Видите, если там вообще не объел, то здесь хоть какая-то реакция. И объел, и попался. А там вообще не объел. Значит, там даже малышей нет. А, ну здесь обратка здесь просто могло затянуть. Вот, смотрите, как, ребят, колокольчик натянут. Интересно даже, что тут у нас. О-о-о-о. Да, мы клок травы рисили, клокканул. О-о-о, зима-ля. Курва. Это бубер, а курва. Ребят, вот так вот выглядит. Я не знаю, что это. Бупер, наверное, строит себе новую хату или что? Может, оно у него там есть? Но видите, реально. Натаскана куча веточек. Они там держатся. Ну, как-то так. Казалось бы, да, ушли? Просто проверить закидушки. А костер-то весь выгорел за это время. Самое, что интересное. Вот так. Вот так. Проснулась, потянулась, помыла. Даже голову помыла. Видите, какая красавица у вас. Юлька. Так, это я вам включила, показать, какой у меня шикарный вот такой вот фонарь. Был всегда, но потом у него испортился аккумулятор. Его долго не было. И теперь мы поменяли в нем аккумулятор. И он снова есть. И, друзья, что идет? Идет снег. Идет снег. Идет снег. Идет снег. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Попробуемся Попробуемся DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Ставьте лайки, оставляйте комментарии И следите за обновлениями Всем не хвастанье чешуи Пока! Субтитры сделал DimaTorzok